Сокол 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 Алексея Прокопенко Сокол Боказывает Во-первых, началось все с этого броска А тени трафик Мартынов бросил хороший отскок и Прокопенко И здесь, на этом турнире, явно, фаворит, что подтверждает раз за разом моменты Кистов пришло, которые каких-то больших побед не знали Отличная атака Сокола и отличница к Ливенову И эта атака захлебнулась в итоге у Сокола. Вышла тоже в среднюю зону. И там воюдное, мне кажется, удаление будет. Даже до драки может дойти. Расулов сколеснулся с Юрием Кожуховым. И цельей Кожуховым пошли махаться хоккеисты. Расулов такой горячий парень. Сразу не думая даже соперник его потолкал. Он так в траге, похоже, что никаких санкций. Хотя мне показывают арбитры, что еще как-либо одного игрока хоккал стоит сопроводить. Вот субъездников и я думаю судейский столик. А вот как все на чего. Расулов потолкался, затем его оттолкнул в свою очередь Юлия Кожухов. Атак оттолкнул, что еще и в соперника. Прилетел Жавакир, ну и у Расулову получилось. Так с правой хорошенько дать Кожухову. Причем даже, по-моему, не один раз попал в Жавакир. Но для того, чтобы выйти в следующий раунд, может хватить обычной победы. Учитывая, что Хумо обыграл цокол и будет удаление. Но шайба, похоже, влетела в ворота или нет. Разводит арбитр руки в стороны. Опять у нас какая-то заварушка. Доктор команды. Давайте посмотрим внимательнее этот эпизод. Расулов полез на ворота. Шайба. Да, теперь понятно. Шайба упала рядом со щитком Пылаева. И затем Расулов просто снес голкипера. Вот если бы разминулся с вратарем Жавакир. И его будет шайба. Скворцов бросает сейф Литвинова. И сразу же моментально еще один розыгрыш. И опять. И отобрали шайбу. И 2-1. Атака у Хумо. Можно в меньшинстве огорчить соперника. Но Пылаев красавчик. Он будет от счета 2-2. Вот здесь как-то Виле Кожухов чуть-чуть двинулся на шаг вперед. Из-за этого шайба пошла мимо него. А это раз сейф. Два сейф от Пылаева. И Кловацкий сам решил бросить. Попал в ловушку. Ну или сейф в ловушкой. И вот здесь если бы шайба зашла после касания с коньком Кравченко. Среднюю зону только сейчас это получилось. Но шайбой вновь Хумо. И поменяться нельзя. Момент передачи. А 2-2. Здорово разыграно. Все-таки выжали из этого момента. Что-то интересное. Даже в среднюю зону. Но очень быстро Хумо даже не дабь поменяться. Сопернику разыграл вот эту комбинацию. Классно расчертил все. И видно было, что уже где-то подустали. Красноярцы уже не успевают вернуться в свою зону. Да, уже думали скорее как бы поменяться. Мой игру подровнял. И это 10-7 еще и с учетом того, что вот опять Хумо останется в меньшинстве. Если сейчас не забросит Сокола. Сокол забрасывает. Подстроился под шайбу. Все-таки Скворцов. И это 3-2. Сокола. Вот здесь удаление. Зажгли арбитры. Придерживали... Придерживали Илью Кожухова. Но затем его брат Юрий. Все-таки решили дать у Хумо шанс поиграть. В большинстве расставились... Расставилась команда в зоне. Какой бросок Сорокина. 3-3. Александр Сорокин. Смотрим за этим отличным броском от защитника Хумо. Приложился от души. Вот пытался Пылаев выбросить ловушку. Ждет передачу. Получает. Назаревич. Кравченко. И момент бросок. И Кравченко. 4-3. Классный бросок. Классное попадание. И 2. Возможно. Ну, по крайней мере, по состоянию на эту минуту. И эта шайба окажется победной. Но замахнулся просто от души Кравченко. Вот такое ощущение, что тоже готов был сетку порвать. Поворот возможен. То есть, следующий матч уже будет у нас... Ну, не знаю, может, на арену. И сейчас там, где команды... А вот и не будет у нас 5-3. Потому что становится 4-4. Это Егор Морозов. Это его классный бросок. И это его дубль. Прошивает он Андрея Литвинова. И теперь... Кто болеет за две шайбы, фуму, поставьте палец вверх трансляции. Будем дальше смотреть. Ну, бросок, конечно, шикарный у Егора Морозова. Как и первый, так и... Ну, как и при первом голе, так и при четвертой заброшенной шайбе. За рельгую зону ходят в зону атаки. И вот момент передачи. И нет. Авантюрных решений принимать тоже не стоит. Морозов. Бросает Морозов. Классный сейф от Гварцова. С Морозовым. На реализацию формат 4 на 3. И бросоки. Делает 5-4 Сокол. С пустыми воротами забрасывает в овертайме. Вырывает победу. И со стопроцентным результатом отправляется домой в Красноярск. Сокол. Железное первое место. Вопросов нет. Команда сегодня даже без ключевых хоккеистов. Нескольких. Целой пятерки. Вратаря матча. Победить. Вырвать эту победу. Ну, и автор победной шайбы. У нас Юрий Кожихов. Именно он. Броском в касании. И справа круга вбрасывание. Перетача, кстати, своего брата Ильи Кожихова. Делает счет 5-4.